В торжественной церемонии открытия конкурса «Верный друг», проводимого в рамках пятых международных армейских игр, приняли участие все шесть команд. Это две команды из России, из 470-го учебного центра служебного с обоководством Минобороны Российской Федерации и команда ДОСААФ, а также кинологические расчеты из Белоруссии, Алжира, Узбекистана и Казахстана. По военному плацу в торжественном марше вместе с участниками прошли и юнормейцы из Горшкова и Новосинькова. Подрастающее поколение и военнослужащих поприветствовал начальник управления службы войск и безопасности Министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Владимир Головачев. Товарищ генерал-майор, личный состав дворных команд для проведения мероприятий по открытию международного генерального конкурса «Верный друг построено» Заместитель начальника полковника Лимаков. Здравствуйте, товарищи! Здравия желаем, товарищ генерал-майор! Здравствуйте, товарищи! Здравия желаем, товарищ генерал-майор! Добиться максимальных результатов, а в конце поединков с улыбкой пожать друг другу руки и порадоваться успехам соперников. Пусть победит все вещи. Четвертый международный кинологический конкурс «Верный друг» объявляется открытым! Участников и гостей конкурса поздравили также заместитель главы Дмитровского городского округа Валерий Лазовский и ветеран кинологической службы Владимир Федоров. После открытия конкурса кинологические расчеты еще раз прошли парадным маршем по плацу, а затем состоялись показательные выступления роты почетного караула, подразделения десантников и военных кинологов. Последними была продемонстрирована работа собак во время Великой Отечественной войны, когда они подрывали вражеские эшелоны с солдатами, продовольствием и вооружением. Сбросив юг с отрывчатым устройством, собака вернулась к своему вожатому. Кинологический конкурс «Верный друг» проводится в четвертый раз. В состав каждой команды отбирают лучших военных кинологов – всего по 10 человек. Конкурсная программа состоит из пяти испытаний – док биатлона, индивидуальной гонки и эстафеты, преодоление полосы препятствий, упражнений «Защитная караульная служба» и «Меткий стрелок». Конкурс проводится в течение семи дней. По итогам всех испытаний будут определены сильнейшие. Каждый год в этом конкурсе участвует лучшая военная кинологическая команда России из 470-го центра служебного собаководства. В этом году в состав команды введены девушки. Несмотря на то, что они, как и команда ДСААФ, пройдут испытания вне конкурса, полученный опыт будет для них бесценным. Есть, которые уже по второму разу идут на эти игры. Есть еще новички в этой команде. Очень хороший, сплоченный коллектив. Собаки у нас все чистокровные, породистые. Есть бельгийские овчарки «Малинуа», есть немецкие овчарки в составе команды. Они послушные, работают с проводником хорошо. Ну и, конечно же, сами собаки тоже настроены на победу. В армии игры включили женскую команду впервые. Женщины очень хорошо справляются с задачей, которая выполняется на этих армии игр. Не хуже мужского состава. Из года в год в конкурсе «Верный друг» участвуют и показывают хорошие результаты представители Республики Беларусь. В этом году в кинологическом расчете беларусов произошли изменения. В команду нашей страны, Республики Беларусь, отобраны лучшие кинологи вооруженных сил. Из пяти членов команды у нас один человек участвует в четвертый раз, три человека участвуют в третий раз и один человек во второй раз. Собаки у нас остались те же. Единственное, что в этом году мы добавили в состав бельгийскую овчарку. Она показала хорошие результаты на отборочных этапах и мы заменили одну немецкую овчарку на бельгийскую. В дальнейшем тоже планируем переходить на бельгийских, потому что более выносливые, быстрые и показывают очень высокие результаты. В числе благодарных зрителей Международного кинологического конкурса «Верный друг» ветераны воинской части «Красная звезда» и подрастающие поколения. Нам очень хотелось бы увидеть это праздничное мероприятие, открытие соревнований международных по кинологии. Тем более мы отдали много лет этой службе, хотелось бы увидеть представителей различных стран. Ну и естественный интерес, нормальный, живой интерес. Ну и сравнить уровень подготовки по сравнению с нашими. Ну и поболеть, чтобы наша команда заняла первое место. А раньше, вот когда вы здесь служили, подобные конкурсы проводились? Нет, подобных не проводилось. Ну были соревнования, так чисто внутренние. Все армейские. А вот уже третий год мы постоянно здесь присутствуем. Сегодня я здесь, потому что приехала юнармия. А в юнармии я из того, что мои родители оба служили в Чечне. Я так подумала, ну зачем обрывать традиции, надо тоже стать военной. Я из поселка Горшкова Дмитровского района. Здесь есть кинологи. Я сама тоже очень близка к собакам. У меня дома у самой собаки есть и щенок. Я их воспитываю вместе со своим братом. Об одном из этапов конкурса преодоления 300-метровой полосы препятствий мы расскажем завтра в следующей панораме Дмитровских новостей.